Добрый день, с вами Алина Новиченкова, имиджмейкер, визажист и диджитал стилист. В этом видео мы поговорим с вами о том, почему женщинам, религиозным женщинам, предписано носить юбки, либо платья, и какого они должны быть в стиле, и какие у них есть критерии. В Кторе, в книге Дворим написано, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Таким образом, мы понимаем, что женщина не должна одеваться как мужчина, поэтому женщина должна носить юбки, либо платья. Именно это ее отличает от мужчин в первую очередь. Конечно же, возникает много вопросов, как так, сейчас в современном мире столько много брюк, и не обязательно это могут быть джинсы, а сейчас есть и женские брюки, я с вами согласна. И расскажу вам небольшую историю. К Кровину пришла женщина, которая задала точно такой же вопрос. Сейчас столько много брюк, которые именно для женщин, почему мы должны носить юбки. Равин ответил, представь, ты идешь к торговому центру, и тебе нужно зайти в туалет. Ты подошла, и тут две двери. Как ты поймешь, в какую дверь нужно войти именно тебе? Правильно, потому что там знак, что это для женщины. Как женщина выглядит? Она в юбке, а это для мужчин в юбке, а для женщин, для мужчин в брюках. Даже официально признано о том, что женщина это юбка, женщина это платье. На самом деле это заложено в нас с истоками, ведь вся история до 20 века это про то, что женщины носят юбки, причем не только в еврейской истории. Именно в юбке женщина выглядит максимально женственно. Именно в ней она раскрывает свой женский, свой женственный потенциал. И этой энергии она может пользоваться гораздо лучше, чем если она будет в брюках. Все-таки, как ни крути, брюки это мужская энергия, а мы, женщины, делаем все более мягко, более элегантно. Потом помните, мы с вами говорили о том, что в Тейлим царь Давид писал о том, что все еврейские женщины это как дочки царя. И соответственно, как дочки царя, только в юбке мы можем, только юбка позволяет нам идти плавно, быть мягкой, быть элегантной, быть женственной и нести себя царственно и достойно. В брюках этого не получается. Могу сказать по себе, был период, когда я носила брюки и даже иногда сейчас, если у меня какие-то встречи с мужчинами, чтобы быть на одной волне, я очень-очень редко одеваю брюки. Это совершенно по-другому. Это другие энергии, это действительно более мужские энергии и в брюках ты ведешь себя совершенно по-другому, чем в юбке. В юбке ты сразу становишься более женственный, более элегантный и вот именно ощущение, что ты себя несешь, ты дочка царя, Всевышнего царя. Мы с вами уже говорили о том, что кошерная одежда и кошерная юбка это когда длина ниже колен и даже в сидячем положении колени должны быть закрыты. Вариантов юбок огромное количество. Что носить зависит от ваших предпочтений, от вашей фигуры и от того впечатления, которое вам нужно произвести. Давайте рассмотрим некоторые модели модных юбок. Напомню, что главный тренд 2023 года это максимальная женственность и юбка верный способ создать нужный образ. Этот предмет одежды прекрасно корректирует фигуру и формирует женственный силуэт. Оригинально и свежо будут смотреться пышные юбки и плиссе, намекающие на многослойность образов принцесс. Юбки с высокой посадкой чуть ли не самые модные в этом году. Юбка-карандаш, фасон, который никогда не выходит из моды. Это самая универсальная модель. Такие юбки стройнят и визуально вытягивают силуэт. Маленький совет. Высокая посадка и длина миди сделает ноги обладательницы такой юбки бесконечными. Летящие юбки. Сюда можно отнести юбку солнца и другие модели а-силуэта, которые так любил Кристиан Диор. Ведь именно такой фасон подчеркивает женственность их обладательницы. Плессировка. Юбка-плиссе не только актуально выглядит, но и отлично моделирует фигуру. Ведь многочисленные вертикальные линии зрительно странят женский силуэт. Фасон юбки запахом одинаково хорошо вписывается как в поседневные, так и в деловые, вечерние комплекты. Эта модель универсальная, подходит женщинам с любым типом фигуры. Напомню, что в этом году также очень популярен стиль викторианской эпохи. Поэтому можно смело выбирать юбки с оборками и рюшами. Это смотрится очень женственно и добавляет образу романтичности. Джинсовые юбки еще один универсальный предмет гардероба. Юбка миди из денима прекрасно подходит для прохладных дней. Без сомнений юбка из кожи делает образ эффектным, стильным и дорогим, а также добавляет ему нотку дерзости. Юбки из атласа лаконичного кроя и базовые сдержанные расцветки выглядят элегантно и изысканно. Теперь немного о длине. Длинные юбки во все времена были и до сих пор остаются на пике популярности. Они универсальны и подходят к нарядам любого времени года. Они окружают девушку орелом загадочности, хрупкости и изящности. С их помощью можно создать интересный и уникальный образ. Юбки миди. Напомню, что миди это длина, колеблющаяся между чуть ниже колен и на ладони выше щиколотки. Эта модель отлично подходит как базовая для гардероба женщинам любого роста и типа фигуры. Маленький совет. Если вы хотите казаться выше ростом, то максимальная длина юбки миди должна быть чуть ниже колен. Помимо элегантности и женственности, преимуществом такого изделия является его актуальность во все времена года. Асиметричная длина. Такой фасон смотрится оригинально, игриво и романтично. Поэтому идеально впишется в любой образ. Пишите в комментариях, какие у вас есть вопросы. Я обязательно отвечу на них в следующих видео. Присоединяйтесь ко мне в телеграм-канал про стиль, имидж, макияж и другие соцсети. Также я буду рада провести онлайн-консультацию по созданию актуального для вас кошерного образа. Для этого напишите мне в любом из мессенджеров о том, что хотите ко мне на консультацию. Желаю вам хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok